Ян убегает один на один с ротарем, обманное движение, бросок и Галкин, судя по всему, задевает эту шайбу. Сначала болельщики долго ждут начала сезона, а потом ждут первой победы своей команды. И Нижегородские болельщики ждут по сей день, а Нижегородская торпеда начинает сегодняшнюю игру с автомобилистом. Главный тренер автомобилиста Николай Николаевич, две победы на старте обязывают или расковывают? Нет. Но, в принципе, сезона, что победили две игры домашних, это придаст ребятам уверенности в своих действиях. Главный тренер торпеды Игорь Николаевич, как настроение? Настроение боевое. Пришло время, оно давно пришло, для того, чтобы порадовать болельщиков победой. Нет никакой паники, есть рабочая обстановка. Вот, и ребята готовы. Сделали пару перемещений в составе. Вот, и все в наших руках, в наших головах, в наших сердцах. И готовы сегодня провести хороший матч. Такому привыкать не стоит. Это всегда приятно. Это всегда отмечается. Бывальцев забирает первое вбрасывание, и автомобилист пускается в атаку. Сам же Бывальцев бросает и проверяет Ивана Бочарова. Шайба, угол кипера торпеда. Вернее, третье звено уже вышло. Нижегородцев пирсов бросает и выставляет свою клюшку в воробьем. Большой мастер подчасти заблокировать бросок соперника. Хорошая диагональная передача на Дмитрия Когарлицкого. Входит в зону, оставляет шайбу Летунов. Бросок в дальний угол. Чуть-чуть точности не хватило Летунову. Хорошая быстрая атака у торпеда прошла. Когарлицкий. Летунов в касании от Анасов. Шайба на неудобный бросок. И вот теперь Галкин вступает в игру по-настоящему. Спасение первого номера автомобилиста. Шайба в ловушке. Из долгого контроля шайбы, а из того, что вот такие проходы получаются. У команды Галкин отбивает шайбу, которая от борта лицевого отскочила. Но там ведь могла и от шутка потом в ворота юркнуть. Но подстроился в ротарь автомобилиста. Отскок. Летунов. Летунов просто натыкает сейчас на Юрия Журавлева. Жестко сыграл, но по правилам. Бросок. Не сумел Летунов добить, но выкладывает он шайбу прямо на пятак. И там не хватило нижегородского игрока. Здесь вроде бы уже все. Забрал шайбу Стефан Дакосту. Но в одну сторону поехал, увидел Хагарлицкого. В другую сторону поехал. Вообще шайбу потерял и подарил ее Атанасову. Причем если посмотреть официальный данный рост Галкина, метр восемьдесят. А вот сейчас он пропускает. Но здесь, что называется, не берущийся эпизод. Выигранное вбрасывание. Забивает Гончарук, просто вколачивая эту шайбу у ворота. Торпеды выходят вперед. 1-0. Очень быстрый розыгрыш. Выиграл точку Почевалов. Помог сам же Гончарук перевести эту шайбу Кирсанову. Открылся под обратную передачу и забил. С пополнением, Сергей. Отскочил Лорионов налево. Свечников переводит направо. Проходит эта передача, но Галкин останавливает Боби Линча. Линч принимал, бросал очень быстро. Но и Галкин, посмотрите, успел выйти за границы вратарской. Сократил угол обстрела. Ян. Двое его атакуют. Но, значит, Воронин свободен. И Воронин подобрал эту шайбу. Наброс. Воронин подставил клюшку. Добил. Галкин не видит, но шайбу не пропускает. Самое тяжелое позади. Никита Трямкин шайбой. Выруливает на пятак. Бочарова заставляет ступить в игру. Теперь же Трямкину приходится обороняться. Звучит сирена. И прям под сирену досталось Сергею Гончаруку. Лежит он на льду, пока не поднимается. Главный герой. Первый период. Да, вот поднялся. Поехал. Поехал в раздевалку. Дмитрий, вы обсуждали гол Сергея Гончарука. Это была домашняя заготовка или веление момента? Ну, все ребята стараются придумывать какие-то заготовки. Я думаю, что это была у них заготовка. Я думаю, что у них много заготовок на все случаи жизни игры. Поэтому они так планировали сделать в 100%. Просто, ну, хорошо получилось. Потом что-нибудь другое придумали. Выглядит более скоростная команда. Даже с тем, что очень близко. Толстый день в обуви получил. Лорионов. Какой момент после передачи? Линча составляет клюшку Лорионов. Давненько Евгения о себе не напоминал в этой встрече. Но сейчас хорошая передача. Гончаруку под бросок. Защитник добавляет. Галкин отбивает прямо перед собой. И Никита Трямкин шайбу откидывает. Низом шла шайба. И свечный капец задел ее. Галкин, посмотрите, отреагировал. Потом откинул эту шайбу вперед. Хотя в КХЛ в целом команда выделяет большое внимание тому, как блокировать чужие попытки. Ловить шайбу и помогать с ротарем. 13-7. Посмотрим, как дальше. Ян убегает один на один с ротарем. Обманное движение. Бросок. И Галкин, судя по всему, задевает эту шайбу. А потом вылавливает из воздуха. Белевич обыграл соперника. Потом передачу исполнил. И Ян, принимая шайбу, сразу прокинул ее мимо своего оппонента. Но Галкин выручает автомобилист. Смотрите, на неудобное убрал Ян. И в ловушку попал. Очень динамичный момент. И как здорово расположился Галкин. Вся нижняя часть ворота была перекрыта. Хороший момент у автомобилиста. Бросок в ближний в исполнении Романцева. И не очень уверенно отбил эту шайбу Бочаров. Объединены бывальцы в паре нападающих автомобилиста. Блэкер и Трянка. Два защитника. Быстрые передачи. Мощный бросок Вячеслава Войнова. Галкин забирает шайбу себе. Войнов заряжает очень сильно. И может забить прямым броском. В целом очень хорошую оборону демонстрировал. Но и вклад в артуре не забыл. Недооценивать момент у торпеда. Лорионов наличие. Бросок. Галкин отпускает эту шайбу специально. И выбрасывает. Как же здорово он сейчас все контролировал. Остановил серьезнейшую угрозу. Но первая бригада съела большую часть времени. А вот вторая берет и забивает. Возможно уже под выход Ника Меркли. Но кому какая разница, если шайба оказывается в сетке. 2-0. А вот и Силаев, вот и Воронин. Теперь на лицевую линию отдает. Под обратную передачу открывается на пятаке. Пас Белевичу точно в клюшку. Пас Белевича точно в клюшку. И 2-0. И опять здесь будет только один ассистент. Хотя Силаеву можно отметить как защитника, поддержавшего эту атаку в синей линии. Меньше минуты до перерыва. Наброс на ворота. И шайба оказывается за лицевой. Галкин вот только теперь останавливает игру. Терсанов сильно бросил. И у Свечникова появилось продолжение. Шайбу забрал. Выкатился. Но успел Галкин переместиться. 2-2. Третьим подкатился Бывальцев. Шайбу выбил в сторону. И вот теперь подкатил вперед. Но времени уже не хватит. Стычка Блэкера и Воронина. Там уже дверку открывают за спиной. Но, видимо, не будет никто драться. Данила Карповича сегодня первый матч в континентальной хоккейной лиге. Поздравляем с дебютом. Ну и, Данил, сначала ваши впечатления о двух периодах. Да, спасибо. Очень активно хоккей. Боют на острове. Много контратак. Скажем так, много бросков. Очень активно хоккей. Тем он интересный. Пас на пятак. Денежкин, если бы подработал, если бы переложил эту шайбу на удобную сторону клюшки, был бы очень опасный бросок. Каштанов забирает шайбу себе. Открывается в центре. Пас направо. Бросок. Гол. Данил Романцев забивает. Вот он, Каштанов. Сначала принимает на неудобную. И потом понимает, что бросок, наверное, выйдет не таким опасным. Здорово Денежкин вернул в касание, да? А бок он перекрыть передачу не сумел. И тоже в притирку со штангой бросает Романцев. Первого паса нет. Потом идет выброс. Цепляется Летунов. И выкатывает к воротам бросок. Голкин отбивает. Так, Канюшков, если не ошибаюсь, из своей зоны шайбу направил под потолок. Опустилась она к Летунову. И Летунов обыгрывает, кстати говоря, не защитника, а Брэндона Лайпсика. Романцев шайбает. Передача Денежкина. Смещается в центр Максим. Падает. Бросает очень сильно. И зарабатывает большинство. Вот сейчас уже раздается свисток. Пять на четыре поиграет автомобилист. Главное, чтобы здесь Екатеринбургсты на лишние эмоции не вышли. Резкая смена движения. Клюшка в щитки попадает от Кирсанова. И Денежкин падает. Романцев, Воробьев, Зборовский. Два защитника у Тетих ворот. Атаковали сейчас. Очаровывали его владение. Он мчался до последнего. Вступал во двор. И вот опять особых шансов Меркли не оставил. Но откинул шайбу Меркли. И хороший момент у автомобилиста. Меркли может добить. Так и не подработал он эту шайбу. Ускользала она от него. Давайте еще раз посмотрим. Но это вот момент, когда Меркли видит эту шайбу. Близок локоть, да не укусишь. Очень близко. Очень опасно. Волк так быстро все делал, что угодил в металлическое закругление ворот. Меркли, бросок. Бочаров останавливает встречу. Дарит паузу команде. Тем временем Волка укладывает налет Китон Томпсон. В падении Волк снял шлем с Томпсона. Дальний пятак. Иларионов играет здорово. Сначала шайбу откинул. Теперь передача Фирстову. Быстрая атака Фирстов. Бросок. Галкин отбивает дважды. Ну и какой момент у Торпеда. Но не забивают хозяева. Вау. Вот это шанс. В своей новой команде. У него и у Бокина показатель полежности минус два. Воронин. Какой перевод. Какой гол. 3-1. Денис Ян. И второе очко Кирилла Воронина. Классный перевод. Мимо Зборовского. Мимо Воробьева. И у Галкина здесь не получилось переместиться. Мы видели много классных перемещений. Екатеринбургского вратаря сегодня. Но здесь все было слишком быстро. А брос идет. Обиден. На пятаке проходит этот пас. Бросок низом. Бочаров. Настало его время показать себя. Останавливает Степана Хрипунова. Вратарь торпеда. Волк в касание. Эберт. Очень быстрая передача. Бочаров переместился. Отразил этот бросок. Отличная игра Бочарова. Но опасность не миновала. Голышев подставляет клюшку. Дакоста вкладывал прямо в клюк. Вот она передача. Дакоста на Голышева. Вообще яркая атака у автобулиста была. Мэйсик играет рукой. Здорово. Опустил шайбу. Передача Эберту. По сковоротам. Волк бросок. Бочаров. Иван Бочаров. Сколько мы сегодня видели эту ловушку Галкина. А вот теперь Бочаров показывает. Смотрите, я тоже так умею. 6 на 5 в зоне торпеды. Еще один бросок. Первого же игрока попадает шайба. До ворот не доходит. И торпеды готовятся отмечать свою первую победу в новом сезоне. А автомобилист терпит первое поражение. Игорь Лурионов благодарит своих помощников. Ну а игроки Нижегородские подъезжают к Ивану Бочарову. Прежде всего стоит поблагодарить его. Николай Заварухин будет гореть за игру. Николай Николаевич, так ли все было без шансов? Как еще раз? Так ли все было без шансов для автомобилиста в этой странице? Были хорошие шансы. Не забили в концовке где-то в первом периоде. Наверное, 10 минут проиграли, наверное, в стыке. Много борьбы. Во втором периоде, если бы не удаление, наверное, да. Сломали игру нам их. Игорь Лурионов, поздравляем с победой. Но, Игорь Николаевич, больше всего интересно узнать, что вы говорили команде после пропущенной шайбы. Вы знаете, много вы не скажете, потому что это эмоции, это игра. Здесь важно не опускать руки и продолжать играть, так мы играли. Игра была очень хорошая. На мой взгляд, большая была поддержка болельщиков. И команда заслуженно победила. Ребят, всех с победой, молодчики. Молодчики. Титан Томпсон, первая игра, первая победа. Ребят, вот это командный дух, ребят. Это командное настроение, командная борьба, командный успех. То, что мы хотим видеть в каждом матче. Молодчики, всех с победой еще раз. Только начало.